Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодняшняя наша встреча посвящена уроку английского языка по ОМК Enjoy English для 10 класса. Прежде всего, мне бы хотелось напомнить вам особенности курса Enjoy English, поскольку это заключительный этап, так сказать, старшей школы. То, что учебник соответствует действующим нормативным документам, обеспечивает достижение образовательных результатов всех трех групп, личностных, метапредметных и предметных, формирует коммуникативную культуру школьников, их ценностные ориентиры, способствует расширению кругозора, воспитанию их чувств и эмоций. Практика показывает, что достигается высокий образовательный результат, который проверяется средствами ОГЭ и ЕГЭ, а также средствами ВПР. Используются современные педагогические технологии, обучение в сотрудничестве, дискуссионные формы работы, проектные формы работы. Кроме того, учебник снабжен полным шлейфом пособий. Это рабочие тетради для самостоятельной работы, автоматизации формируя их навыков, для обучения чтению и письменной речи. Рабочие тетради с контрольными работами отдельно существуют на старшем этапе. Книги для учителя с ключами ко всем упражнениям и учебниками, и рабочие тетради. Аудиоприложения, рабочая авторская программа и электронная форма учебников. Специфическими принципами, на которых мы базируемся, мы бы хотели выделить линейно-концентрическое построение курса в целом. Это говорит о том, что каждая тема, фактически, которая была изучена ранее, в каком-то виде обязательно повторяется на следующем году обучения и на следующем году обучения. Содержательная сбалансированность. Мы сохраняем традиции и используем инновации. Коммуникативные виды работы и когнитивные стараемся сочетать. Самостоятельные работы даем очень много. И, конечно, стимулируем высказывание личного отношения, личных взглядов в процессе обучения иностранному языку, потому что для общения нужен язык. Значит, им надо пользоваться, исходя из своих каких-то устремлений. Все учебники у нас построены по сюжетному, в целом, принципу. Допустим, если учебник второго класса – это странствующий цирк, то учебник пятого класса – это путешествие в страну изучаемого языка. Старшие классы имеют более широкий спектр и защиту окружающей среды, и современный прогресс и так далее. Все учебники делятся на четыре раздела, каждый из них. Разделы, в свою очередь, на секции и до конкретного урока. Мы пропагандируем сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, поскольку они подкрепляют и поддерживают друг друга, и установку на позитивное и деятельностное отношение к миру, поскольку надо с оптимизмом воспитывать детей подрастающей поколения. Как пример содержательного построения данного курса, я бы хотела привести вот эту табличку, которая, в принципе, не нами придумана. Классики психологии об этом говорят, что человеку всегда интересно говорить от своего имени «я» в центре. И на четыре сферы распадается вот эта действительность, которая окружает человека. Это «я» и «люди», это социальный фактор. «Я» и «природа» на самых разных уровнях, от времен года до защиты окружающей среды. «Я» и «предметы» тоже на самых разных уровнях, от ручки, которые мы пишем, и тетрадки, в которые пишем, до космических кораблей, которые построены, и до архитектурных памятников. И «я» и «я». Это все, что я чувствую, вижу, понимаю, хочу и к чему я стремлюсь. И вот такой концентрический, каждый концентр, он расширяется на каждом из десяти лет обучения, пополняясь новым всем. Но все концентры присутствуют обязательно на каждом году обучения. Учебник для десятого класса, он прежде всего должен быть, с нашей точки зрения, ориентирован на самостоятельную работу. Особенно вот сейчас, когда жизнь показала, что происходит смешанное обучение онлайн и оффлайн. И большое значение поэтому придается именно содержательной полноте и целостности учебника, содержания учебника, четкой его структуре и аппарату ориентировки. Структура учебника должна быть прозрачна. Я вам сказала, как они подразделяются. Собственно, в ежедневной работе учитель знакомится с учебником заранее, и секцию всю ближайшую прочитывает все заранее. И внутри каждой секции учитель волен ускорять или замедлять темп изучения материала, поскольку здесь нет поурочного планирования. Вот такого планирования, при котором бы учебник был разбит по урокам. Дети очень разные, темпы обладения языком разные, и объемы своего материала очень разные. Поэтому, используя рабочие тетради, учитель может давать индивидуальные задания. Их довольно много в рабочих тетрадях, избыточное количество. И причем они с разной ориентацией, где-то на формирование навыков, где-то на развитие творческих видов письма, где-то на понимание текстов разных по трудности и по направлению. Поэтому учитель может регулировать это, исходя из индивидуальности ребенка. Залогом успеха формирования учебной самостоятельности является, конечно, понятная структура учебника, внятный аппарат ориентировки и информативное оглавление. Значки, которые раскрывают характер задания, там письменная работа, работа в паре и так далее. Большую роль играет также четкость формулировки задания. То есть задания у нас сформулированы достаточно сжато, но достаточно полно. Поскольку все это вычитывается всегда, вся учебная продукция носителями языка и обязательно подправляется. Язык, который используется даже в формулировках заданий, он абсолютно современный английский язык. Далее мы даем смысловые и лингвистические опоры, план высказывания, ключевые слова, схемы, таблицы и так далее. Справочные материалы разного порядка. Вот я бы хотела на этой стороне остановиться поподробнее. В самом учебнике выделяются key vocabulary, который содержит материал, обязательный для усвоения. Useful phrases and dialect vocabulary. Glossary – это неизученная лексика, которая может встретиться в тексте для чтения с пониманием основного содержания, но не обязательно для запоминания. Минимум домашних заданий в секции writing at home. Это помимо рабочих тетрадей, потому что некоторые ученики не могут себе позволить купить рабочие тетради. С таким мы тоже сталкиваемся. Дальше идут рубрики word focus, grammar focus, pronunciation focus, которые по названию вы понимаете, что это произносительная сторона речи в основном и лексическая, грамматическая сторона речи. И тут и правила есть, и примеры есть, и затабличенная информация обобщающая. То есть это помогает ребенку продвигаться во владении системой языка. Есть серия рубрик mini project, которая обобщает по определенной теме несколько уроков. Большое внимание уделяется у нас контролю. В конце каждого из четырех юнитов учебника присутствует раздел про ужас чек. Серия проверочных заданий по всем видам речевой деятельности плюс лексика и грамматика. И приложения довольно обширные. Вот в данном случае хотелось бы остановиться на School English. Это приложение специальное, которое не только для специализированных классов математических, биологических и так далее, а в принципе приложение, которое показывает, что знакомые детям изученные ими уже лексические единицы могут использоваться в профильных предметах и могут использоваться в научной литературе и так далее. То есть одно и то же слово, вот допустим, divide, divide into groups, как мы говорим, разделитесь на группы, то же самое divide имеет значение деление, делить в математическом смысле. Навигатором по учебнику служит развернутое оглавление, к которому мы обратимся. И вот как пример я вам привожу оглавление из учебника 11 класса. Ну, чтобы вы видели, что этот курс цельный, курс 10-11 класса, они перетекают из одного в другой. И в принципе структура оглавления у них одна и та же. Здесь выделено несколько колонок. В левой колонке название юнита, потом секции следуют в следующей колонке. Все новое в грамматическом плане, а иногда и повторяемые части с грамматического материала, они приводятся в grammar focus. Function – это коммуникативные задачи, сформулированные кратко. Они все реализуются в данных секциях или в данном юнити. И vocabulary – обобщенные группы лексики, которые тоже указываются в отдельной колонке. То есть вот так вот раскрыв содержание, которое на двух разворотах дается, учитель и ученик могут увидеть все содержание учебника, и лингвистическое, и содержательное, текстовое, математическое, и представить себе, о чем идет учебник и речь. Отдельно дается табличка с условными обозначениями и табличка с перечислением всех приложений, которые следуют к учебнику. Вот одно из приложений, на которое мне бы хотелось обратить ваше внимание. Это Learning Strategies. Очень полезное приложение с нашей точки зрения. Не только потому, что оно дает алгоритмы действия учащегося. Посмотрите, пожалуйста, так. Просмотрите этот список. Тут речь идет и об умениях, необходимых для чтения. Learning to follow tips. How to guess a word meaning from context. А также даются инструкции такие или развернутые алгоритмы, как чувствовать себя в ролевой игре, как себя вести, как готовить презентацию, как себя вести при классном обзоре, опросе, как представлять результаты этого опроса. How to improve your debating skills. Тоже очень интересная такая инструкция. Ну и три последних инструкции. Они касаются написания статьи, письма официального и эссе данной разновидности. Все эти инструкции или алгоритмы, они еще представляют интерес как образец прагматического текста. То есть вы можете, там же у нас есть требования читать прагматические тексты. В стандарте это прописывается и в программе отдельно. Вот это образец, очень такой нужный образец прагматического текста. Вот, например, отдельные выжимки из раздела How to improve your debating skills. Посмотрите, пожалуйста, тут таких вот пожеланий и шагов, которые описываются на доступном десятикласснику мужа языке, достаточно много. После общих каких-то рекомендаций идет отдельно A good speaker will always. И вот написано, что он всегда должен делать. И A good speaker will never. И что он никогда не должен себе допускать, позволять делать. Вот в подобном стиле изложены все остальные инструкции по предыдущим всем пунктам. Так что это интересное чтение само по себе. Урок английского языка в десятом классе. Это комбинированный, конечно же, урок. Потому что над каждым уроком идет работа над формированием умений по всем видам речевой деятельности. Но акценты могут быть как на речевой части урока, так и на работе с языковым материалом. Поскольку здесь уже идет ориентация на подготовку к итоговым работам, к экзаменам. Поэтому могут быть определенные акценты и различия уроков друг от друга. Но в целом и общем задания выстроены в порядке их выполнения, как во всех учебниках курса. Это позволяет учителю не следить за повторяемостью учебного материала, поскольку это обеспечивается авторами учебника. И повторение все это происходит. Ревизия постоянно того, что дети изучали за предыдущие 10 лет. Но начинающему учителю план урока не помешает, конечно, иметь. В книге для учителя эти планы урока даны. Сейчас мы на следующем кадре увидим, как они выстроены. Но еще бы хотелось сказать, что наряду с комбинированным уроком в 10 классе есть другие типы урока, уже более продвинутые. Это урок дискуссия, урок защиты проектов, урок для развития навыков работы с учебной информацией и контрольный урок, естественно, который надо готовиться к таким формам проверки, к разнообразным, поэтому такие уроки тоже есть. Что же дает нам книга для учителя в данном случае? По урочной рекомендации к учебнику выстраивается по-другому немножечко. Они формулируются задачи каждого урока. Это может помочь учителю в составлении собственных рабочих планов уроков с учетом особенностей детей. Предлагается комментарий о характере и назначении упражнений. Поскольку упражнения имеют достаточно развернутую формулировку задания, там уже все понятно, что от них требуется. Но есть дополнительные какие-то вещи, которые должен знать только учитель. Поэтому описываются возможные варианты выполнения данного упражнения. Все это в книге для учителя есть. Указывается возможное домашнее задание, поскольку тут рубрикации по урокам нет, как в начальной школе. Учитель должен увидеть, что после выполнения серии упражнений лучше выделить как домашнее задание. Это обычно упражнения из учебника на закрепление материала, который пройден на уроке. В ряде случаев домашние задания готовят к следующему занятию, что очень важно. Поэтому учитель, если он хочет что-то поменять, он должен чуть-чуть вперед просматривать материал для того, чтобы скорректировать свое домашнее задание. Вот я бы хотела привести пример урочных рекомендаций. Тут конкретно написано «Unit 2, Section 2, Lesson 4» и упражнения какие идут. Основные задачи урока данного – это развитие умений говорения в форме описания, развитие умений аудирования и формирование лексических навыков. И дальше, вы видите, идет прям по каждому упражнению идет просто описание его содержания. Оно не копирует саму формулировку задания. Формулировка задания намного более изысканна. А здесь учителю говорят, что надо делать. Вот, например, 16-е упражнение. Настраивает на обсуждение отношений с родственниками, опираясь на собственный жизненный опыт. И готовит к аудированию. В какой форме проходит? Сначала в парах, потом в группах. Комментарий какой есть? Тема семейных отношений может быть сложной для некоторых учащихся, поэтому не настаивайте, если кто-то не хочет восказываться на эту тему. Вот подобного рода замечания предлагаются, чтобы учитель, ну, как-то был готов не идти на пролом, а как-то с пониманием относиться к реакции детей. Далее, вот 20-е, допустим, отрабатывается новая лексика в контексте под контролем учителя. Учащийся выполняет сначала индивидуально, а потом проверяет его всем классом. И идет комментарий, что это данное упражнение может быть использовано в качестве домашнего задания. 21-е упражнение. Новая лексика отрабатывается в коммуникативном контексте. Развивается умение говорения, умение высказывать свое отношение к проблемам в группах по три человека. И после того, как обсуждение закончится, надо, ну, как-то помочь учащимся высказать свои идеи на этот счет. Но не настаивать опять, если кто-то из них не хочет открывать свои мысли на всеобщее обозрение. Домашнее задание рекомендованное, вот 20-е как раз. И из рабочей тетради на осмотрение учителя. Там тоже достаточно много. Там 3-4 задания как минимум каждому уроку дается. Собственно, о рабочей тетради хотелось бы сказать несколько слов. Она очень сконструирована и интересна. Упражнения в формате ЕГЭ уже добавляются к учебникам в рабочей тетради. Ключи даются ко всем упражнениям как учебника, так и рабочей тетради. Тут довольно сложный уже материал, поэтому для неопытного учителя очень важно иметь такую опору. Эти ключи все приводятся в книги для учителя в отдельном разделе. Помимо этого, в учебник входят таблицы к упражнениям. В рабочую тетрадь входят таблицы к упражнениям учебника. Например, аудитивное задание, и в нем предлагается заполнить определенную таблицу по результатам услышанного. Вот эти все таблицы вынесены сюда, чтобы ребенок нечаянно в порыве творческом не испортил учебник. Упражнения на автоматизацию орфографических, лексических и грамматических навыков даются также. Практикумы по письменной речи. Совершенно разные жанры даются, даже те, которые в стандарте не отмечены, но тем не менее они могут быть нужны. Вот в рабочей тетради они есть. Это написание личного письма, аннотации, краткого описания, изложения, эссе и даже другие какие-то жанры. И дается приложение в рабочей тетради Extensive Grammar, которое состоит из связанных текстов на заполнение пропусков изученными грамматическими формулами. Это задание очень популярно во многих системах тестирования, поэтому оно готовит детей к подобным неожиданным заданиям в будущем. Поскольку мы не уверены, что формат ЕГЭ и формат УГЭ они постоянные, значит мы должны детей готовить к таким неожиданным поворотам. Учебник легко вписывается в современную информационно-образовательную среду. Он может легко сочетаться со всеми электронными источниками, которые в интернете доступны детям. Но не только в интернете, но и в банке данных школы, внутренней информационно-образовательной среде, которые педагоги между собой организуют и пополняют эти данные. МЭШ, РЭШ и так далее. То есть с банками текстовых данных на разных носителях, причем диапазон совершенно может быть разный, с открытыми сайтами для поиска информации по обсуждаемой проблеме, с фильмами, фрагментами. С материалами совместных дистанционных международных проектов по обществоведению, по общественно значимым проблемам, например, об окружающей среде, о проблемах молодежи и так далее. И очень важно, что с материалами олимпиад, языковых конкурсов, материалами итоговой аттестации с этим совсем тоже может быть пересечение. Да, и хотелось бы общую характеристику курса уже, подводя итоги, сформулировать следующим образом, что курс 10-11 класса, он обобщающий, систематизирующий и глобальный по тематике, включающий все вот те аспекты содержания, которые я вам показывала на такой табличке. Ориентирован на учебника с учетом его возраста, личностных качеств и устремлений. Содержит элементы профильного образования. Я ссылаюсь на School English, на приложение, пример которого я вам приводила. Помогает выбору будущей сферы деятельности с учетом пожелания ученика. Формирует стратегии самостоятельного добывания знаний. На это очень много усилий затрачивается, с помощью алгоритмов в том числе. Учит работать в сотрудничестве. Ориентирован на создание у ученика целостной картины мира. И понимание личной ответственности за будущее планеты. Очень много заданий, которые требуют выразить свое личное отношение к тому, что происходит. Ориентирует на дальнейшее изучение английского языка и других языков. То есть такое начало также заложено в наших учебниках. Развивает умение смысловой переработки информации. Ну, собирательно, скажем, читательскую грамотность формирует в самом широком смысле этого слова. И, соответственно, метапредметные умения этого плана. Развивает сформированную коммуникативную компетенцию и выводит детей на уровень B1. Ну и, конечно же, готовит к итоговой агитации, как в плане речи на английском языке, так и в плане поведения во время экзамена психологического. Огромное спасибо. Всего доброго.